Это программа Игра в Классики. Программа о людях, которые играют в игры и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. В программе Игра в Классики мы, друзья, говорили с вами о разных русских писателях. Достоевском, Гончарове, Тургеневе. В общем, о разных писателях. Но все они отошли в мир иной. Давно или относительно недавно, как Солженицын. Что ж, возможно, пришло время поговорить о живых авторах, о живых русских писателях. И первым тут станет человек, чье имя уже навсегда вошло в литературу. Тем более, что повод есть. 22 ноября ему исполнилось ровно 60 лет. Да, многие у экранов догадались, речь идет о Викторе Олеговиче Пелевине. Одном из самых загадочных авторов современности. Последним его появлением на публике считается 2001 год, то есть 21 год назад. Тогда в Токио Пелевин восседал на трибуне вместе с двумя другими знаковыми авторами Владимиром Сорокиным и Татьяной Толстой. При этом темных очков Пелевин по традиции так и не снял. А вот после Пелевин исчез с радаров. Все последующие высказывания Виктора Олеговича в формате интервью больше напоминали отписки. А его якобы появления на публике оказывались розыгрышами. Конечно, прячущийся от камеры, публики, авторы, писатели миру уже известен. Конечно же мы сразу вспоминаем Селлинджера, который после успеха великого романа, хотя мне он не нравится, но считается великим, над пропастью воржи укрылся ото всех. И миру был явлен исключительно в виде полубезумного старика, попавшего в объектив камеры. Ну а, конечно, главный отшельник мировой литературы это великий и очень странный автор Томас Пинчон. Почитайте на досуге. Вот, собственно, по одной из версий Пелевин и взял на вооружение опыт Селлинджера и Пинчон. По другой версии, так, скрываясь от публики, от камер, Виктор Олегович исповедует или следует учению Дона Хуана, описанного известным эзотериком, мистиком, если угодно, Карлосом Кастанедой. Ну, это так называемое стирание личной истории, когда никаких фотографий, никаких видеозаписей, в общем, никаких свидетельств личности. В начале 90-х, кстати, Пелевин подготовил трехтомник Кастанеды к изданию, то есть у него с Кастанедой особая связь. Да и вообще, практически по всем текстам Пелевина, особенно в ранних текстах, разбросаны отсылки к учению Дона Хуана. Такая вот связь. Ну и, наконец, последняя версия, почему Пелевин не появляется на публике, она конспирологическая и нравится многим читателям. Ну, суть в том, что, говорят, будто никакого Виктора Пелевина на самом деле давно нет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. А книги за него пишет группа авторов. Такие себе литературные негры, сколоченные в литературный подряд. Ну, а для чего это делается? Да все очень просто. Книги Пелевина прекрасно продаются. Это один из немногих авторов современных, чьи тиражи стабильно растут. Ну, говорят, что на целых 185%. Говорят, не знаю, может быть, врут. Но факт в том, что к прежним поколениям читателей добавляются новые поколения. Ну, простите, кто станет убивать такую золотую антилопу? Впрочем, мистификация о несуществующем Пелевине не лишена смысла. Вот выпустив в 1999 году роман Generation P, после прочтения которого молодые люди буквально ринулись поступать на специальность Public Relations, а реклама стала искусством, Виктор Олегович натурально исчез на 4 года. Вот помню, я тогда, как поклонник, тогда еще поклонник творчества Пелевина, ну, переживал даже по этому поводу. Но, к счастью нашему, в 2003 году, наконец, вышла книга Пелевина, новая книга, «Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда». Ну, помню, она тогда стоила, это была еще Украина, стоила она запредельные 50 гривен, я был студентом, в общем, облизывался на эту сиреневую обложку, которая мелькала в витрине ларька у птичьего рынка. Ну, так, немножко ностальгии. Ничто так не успокаивает, как легкая ностальгия. Правда, вот за эти 4 года прозаического молчания Пелевин опубликовал на немецком языке эссе о легендах и мифах московского метро. Но вот вопрос, что он делал все остальное время? То есть, что он спасался, выживал, боролся с вредными привычками, пребывал в медитации в Астрале. А где он был? Неизвестно. Но, возможно, его как того Франкенштейна оживили, чтобы он специально приносил деньги издательству, стабильно выпуская по книге в год. Да, действительно, сегодня Виктор Олегович Пелевин – это бесперебойный литературный конвейер. То есть, смотрите, конец августа, начало сентября, и вот оно, новое произведение Пелевина на прилавках. Ну, а дальше, собственно, начинается привычный. То есть, критики, читатели, просто любопытствующие, а относительно Пелевина много любопытствующих, берут книгу и говорят, ооо, да уж, Пелевин уже не тот. Ну, это как с КВН на самом деле, который, в общем-то, всегда не тот. Как они шутили, ведь если бы он был тот, то не был бы этот. Ну, так, небольшой каламбур. Впрочем, история о том, что Пелевин уже не тот, на самом деле не лишена смысла. Пожалуй, лучшие свои вещи Виктор Олегович написал в 90-е. Стартовал он, напомню, в 1989 году рассказом «Колдун Игнат и люди». Да-да, все начиналось с фантастики, ну, а после было то, что назовут постмодернизмом. И вот тут Пелевин соперничал со своим извечным оппонентом Владимиром Георгиевичем Сорокином. Ну, а кто победил в этом споре, думайте сами, решайте сами. Да, безусловно, постмодернизм – это во многом деконструкция смыслов. Вот и в своем прорывном романе «Амон-Ра», вознесшем автора на вершину, роман этот кажется 1992 года, если не ошибаюсь, Пелевин буквально деконструировал советский миф. И там множество отсылок и к Костровскому, и к другим знаковым авторам. В общем, как бы Пелевин смотрел на Советский Союз сквозь некие дыры в реальности, сквозь такие прорехи, если угодно, в реальности. Впрочем, это уже позже, буквально пару-тройку лет назад, уже вот сейчас практически, стало ясно, что деконструировал, деконструировал, да не выдеконструировал. Такой каламбур, опять же, потому что, похоже, Пелевин сам, что называется, трагически ушиблен советским прошлым. Возможно. В 90-е Пелевин опубликовал еще две знаковые книги. Они получили, ну, как-то говорится, и народную любовь, и мировое признание. Для начала в 1996 году, это я помню точно, вышел первый дзен-буддистский роман «Чапаев и Пустота». Часто его название произносят как «пустота», но на самом деле «Чапаев и Пустота» – это фамилия одного из героев. Роман этот начинался с эпиграфа о внутренней Монголии, но был написан о внутренней России. То, что находится где-то в глубине сознания, я не скажу русского человека, скорее россиянина того периода. Впрочем, Пелевин над такой формулировкой наверняка бы посмеялся. Ну, а закрыл тысячелетия уже упомянутый мной, на мой взгляд, знаковый, очень важный роман «Generation P». Возможно, этот роман лучше всего описал ту Россию, ту эпоху. Прежде всего, с маркетинговой, рыночной точки зрения. Главный герой этого романа, Вавилент Татарский, прошел буквально уникальную эволюцию – от продавца в ларьке до воплощения божества. И Татарский стал ролевой моделью и кумиром всех тех, кто мечтал создавать идеи и смыслы в новой России. Вот многие люди, которые сейчас отвечают за медиа, за смыслы в нынешней России, они вдохновлялись вот этим самым «Татарским» и «Generation P». Ну а рекламные слоганы, которые Пелевин разбросал по той книге, вроде «Солидный господь для солидных господ», но это уже часть нашей культуры. Вот, к слову, одна из моих любимых фраз из этого романа, по-моему, она блестяще описывает и ту реальность, и нынешнюю, звучит так – это сценка. В общем, этот самый Татарский приходит устраиваться на работу, ему говорят – будешь работать, Вава, креатором? Он подумал, говорит – творцом в смысле? Ну, отвечают – нет, творцы нам не нужны, креатором Вава, креатором. Ну а потом, как я уже сказал, Пелевин исчез на 4 года и вернулся уже другим. Нет, он по-прежнему суровый и метко препарирует реальность, по-прежнему выдает афоризмы в подборку цитат, их очень-очень много, могу цитировать до бесконечности, но, вот фокус в чем? Это уже перестало быть эксклюзивной историей. Конечно, ну, читатели продолжают покупать его книги, но, знаете, это скорее стало чем-то вроде интеллектуального фастфуда. Ну, знаете, в любом случае ты закажешь себе классную пиццу хотя бы раз в год. И вот тут слово «фастфуд» – это ни в коем случае не принижение, ни оскорбление, тем более где я, где Пелевин. Это лишь констатация того метода, за счет которого Пелевин в свое время и взял, что называется, за жабры читать. Не веришь в то, что ты делаешь? Не участвуешь душой? Не участвую? Еще бы. А вы чего хотите, чтобы я этот тампак себе в душу пустил? Ведь смотрите, это важная мысль. При всем таланте, при всем своем масштабе Пелевин вошел в наше сознание за счет чего? Он выхватывал оттуда, то есть с запада, с востока, ключевые идеи и смыслы. Те, что уже были актуализированы там, тем, что доминировали там. То есть он максимально оперативно доносил их нам. Брал оттуда и доносил их нам. То есть он своего рода был проводником и интерпретатором смыслов, идей, которые через 5-10 лет занимали умы россиян. Пелевин изучал Запад, Восток и писал о том, что случится, и о том, чем предстоит жить России. При этом он как бы зачастую выступал как наставник, как такой гуру. Вот если вы читали, то вы помните, что чуть ли не в каждой книге Пелевина есть эпизод, где такой умудренный жизнью Аки Дон Хуан Кастанеду, вот этот умудренный жрец, учит жизни такого юного адепта. А вот в последние десятилетия жизнь настолько ускорилась и вместе с тем измельчала, что Пелевину остается лишь следовать за тем, что уже случилось. Бежать, если угодно, не за уходящим, но определенно уже за отправляющим. И, конечно, Пелевин тут прилично подустал и от конвейера этого литературного, и от самого себя, наверное, и от пережевывания одного и того же. Подустал. Он сам в начале, к слову, писал об этой усталости, блестяче, еще в начале 90-х, в стихотворении памяти Марка Аврелия, зачитая буквально первые четверостишья. «Трезвое и совершенно спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк. А стихи надо писать со всем стремлением, как народный артист выпиливает треугольный брелок». Ну, не знаю, что сейчас выпиливает Пелевин в наше время, но, безусловно, ни своего таланта, ни своего масштаба Пелевин не растерял. Он по-прежнему остается одним из главных писателей России. И что важно, писателям, а это большая редкость, это уникум, если угодно, писателям, существующим автономно от литературного процесса. Вот только поймать смысл за хвост он уже не успевает. То есть реальность оказывается намного фантастичнее вымысла сегодня. Жизнь оказывается быстрее мысли. И теперь уже не эта жизнь подражает книгам Пелевина, а он ей. И похоже, настроение Виктора Олеговича все чаще, все чаще, как в тех же его стихах «Памяти Марка Аврелия». Вот это четверостишься. Хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дождаться лета. И вести себя как можно тише. А то ведь не оберешься бед. Если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света, кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет. Это программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Но и литература жизни тоже, как мы выяснили сегодня. Удачи вам, любви и терпения. Продолжение следует... Продолжение следует...